Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу новости на канале Заречной. В студии вас приветствую я, Светлана Теплухина. И вот о чем мои коллеги расскажут вам сегодня. Учиться на 4 и 5. В Заречном обсуждаются пути повышения успеваемости школьников. У нас есть все дисциплины, которые традиционно сдаются на высоком уровне. Есть одни из лучших показателей. Есть улучшение динамики по средним баллам. Горожане наводят порядок. В Заречном продолжается осенняя уборка. Сначала убирается центр города. Там, где люди ходят, где сейчас в данный момент опадают. Не все деревья сразу опадают. Опадают какие-то конкретные липы, например, каштаны. В первую очередь убираем здесь. Если хочешь быть здоров, прививайся. В Заречном стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Я каждый год делаю прививки и зимой никогда не болею. Ну и далее все подробности этих и других событий. Завершается первый месяц нового учебного года. Подводя его итоги и оценивая результаты 2014-2015 года, основное внимание уделили успеваемости зареченских школьников. Если по одним предметам наши ребята традиционно учатся хорошо, то освоению других следует уделить более пристальное внимание. Пути решения проблемы в материале Елены Степкиной. 11-ти классники школ города начали готовиться к итоговой аттестации. Большинство будущих выпускников уже определились с экзаменами, которые предстоит сдать. К финальным испытаниям готовятся вместе с педагогами. Дополнительные занятия с учителем и самостоятельная работа – залог хорошей оценки на едином госэкзамене. Подводя итоги успеваемости прошлого года, глава администрации заречного Вячеслав Гладков отметил, что по ряду предметов наши школьники каждый год показывают хорошие результаты. У нас есть все дисциплины, которые традиционно сдаются на высоком уровне. Есть одни из лучших показателей. Есть улучшение динамики по средним баллам, например, по русскому языку и по литературе. Вместе с тем, подчеркнул мэр Заречного, есть предметы, по которым нашим выпускникам в последние годы не удается показать высокие результаты. В первую очередь обеспокоенность вызывают иностранные языки и физика. Если с иностранными языками, то есть в первую очередь здесь связано с молодыми специалистами, которые пришли сейчас в достаточно большом количестве, то есть сменяемость поколений, приход молодого специалиста с небольшим опытом работы и надеемся, что в ближайшее время, уже начиная с 2016 года, у нас показатели изменятся. Для решения вопросов с успеваемостью по физике Департамент образования подготовил новую программу, направленную на повышение квалификации учителей и расширение сотрудничества с ведущими вузами страны, в их числе МИФИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, Высшая школа экономики. Вячеслав Гладков выразил надежду, что уже в ближайшее время удастся увидеть реализацию этой программы в действии. Елена Степкина, Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И в продолжение темы образования. «Заречный» назван победителем конкурса на право проведения финала конкурсной программы проекта «Школа Росатома» и торжественной церемонии награждения в 2015-2016 учебном году. Это значит, что в ноябре к нам съедутся представители всех городов-участников проекта. Получить право на организацию такого мероприятия очень престижно. В конкурсном отборе могут принимать участие только города, занявшие первые пять мест в рейтинге Кубка школы Росатома за предыдущий учебный год. «Заречный» в этом списке на второй строчке. Итоги участия нашего города в отраслевом образовательном проекте и планы на новый сезон педагоги обсудили на установочном семинаре. Финал проекта «Школа Росатома» состоится в «Заречном». Это право нашему городу предоставила специальная экспертная комиссия. Торжественные мероприятия пройдут в «Заречном» с 16 по 18 ноября. Выигравшая сторона имеет возможность не только принять у себя всех финалистов школы Росатома. Это большая честь, потому что приедут лучшие педагогические кадры со всех городов в присутствии госкорпорации. Это еще и уникальная возможность показать свою систему образования, причем показать ее специалистам, тем, кто также работает и старается идти в ногу со временем, а иногда и опережать его. Итоги участия «Заречного» в проекте «Школа Росатома-2014-2015» подвели на семинаре для представителей школ и детских садов города. Зареченские учителя стали финалистами конкурса педагогов. Также в нашем городе состоялись два мероприятия для одаренных детей. В научном фестивале «Битва разума» и конкурсе экологических социальных рекламных проектов «ЗАТО за здоровый образ жизни» участвовали ребята из многих городов присутствия госкорпорации «Росатом». Заречный занял вторую строчку в открытом рейтинге городов участников школы «Росатома». В этом году наши педагоги вновь будут участвовать в проекте. Об изменениях и новшествах им рассказали на семинаре. Появился совершенно новый конкурс воспитателей. Появился новый проект в рамках проекта. Это сеть детских садов и сеть школ «Росатома». Переделали структуру конкурса мероприятий для талантливых детей. Их теперь будет всего пять. И на конкурс будет выставляться фактически муниципалитет. Задача семинара – объяснить педагогам тонкости проекта и нацелить на дальнейшую плодотворную работу. Заявки на участие в проекте школы «Росатома» учителя и воспитатели могут подать до 19 октября. Ксения Тризна, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный». Ну и добавлю, что кроме права организации финальных мероприятий и конкурсной программы «Школа Росатома», «Заречный» в качестве приза получает возможность направить дополнительно троих человек на зарубежную образовательную стажировку и 10 педагогов на стажировки победителей конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома». А также городу будут предоставлены 10 дополнительных путевок в отраслевую смену для одаренных детей городов «Росатома». Ну и теперь к другим темам выпуска. Прививочная кампания началась в большинстве субъектов Российской Федерации. Государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора прогнозируют сезонный подъем заболеваемости гриппом во второй декаде ноября. Об этом сообщили ведущие СМИ страны, в частности Интерфакс. Отмечается, что по данным ведомства на сегодняшний день уже привиты от гриппа более 9 миллионов россиян, в том числе 5 миллионов детей. Иммунизация в «Заречном» в материале Ксении Тризне. Осмотр у врача – обязательная процедура перед прививкой. В «Заречном» идет вакцинация от гриппа. Врачи начали с воспитанников детских садов. Маленькие пациенты уколов побаиваются, но готовы терпеть. Они прекрасно знают, зачем делают прививки. Нужно. Для чего? Чтобы заболеть. Да. Чтобы не заболеть и не кашлять. Я каждый год делаю прививки и зимой никогда не болею. Один укол и грипп малышам не страшен. В этом году, как и в прошлом, врачи используют вакцину «Гриппол-плюс». В наш город поступило 2000 доз препарата. Этого количества должно хватить на всех. Вакцина переносится хорошо. Она адаптирована уже не первый год. Она меняет свой состав. Ее меняют каждый год. В зависимости от того, какой ожидается грипп, штамм гриппа. Вакцина идет и от гриппа А, и от гриппа Б. Прививку делают, если ребенок хорошо себя чувствует, у него нет температуры, и за последние две недели не было простуд или обострения хронических заболеваний. Вакцинация проводится только с согласия родителей. По словам врачей, отказов от прививок немного. Прививать ребенка нужно каждый год, чтобы была эффективность вакцинации, чтобы ребенок не болел. Он может заболеть, допустим, гриппом, но он переболеет легко, но у него не будет осложнений. Чем мы будем с вниманием? Гриппа, ацитов, артритов, осложнений на сердце. Прививать от гриппа ребят в детских садах будут всю осень. А в октябре медики придут и в школы. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Когда грипп становится смертельным заболеванием и чем грозит отказ от прививок? Об этом мы поговорим с начальником эпидемиологического отдела межрегионального управления номер 59 Марии Миловой. Мы встретимся с ней сразу после основного информационного блока. Ну а пока продолжим выпуск. Чистота – залог здоровья. Это правило применимо и к чистоте городских улиц и дворов. В «Заречном» уже традиционно осеннюю генеральную уборку делают всем миром. Рассказывает Дмитрий Балясников. В «Заречном» полным ходом идет месячник по санитарной очистке и благоустройству города. Все предприятия и организации города убирают территории вокруг своих зданий и наводят чистоту на закрепленных участках. Комбинат благоустройства на уборку города выходит ежедневно. У них под контролем все улицы «Заречного». Сначала убирается центр города, там где люди ходят, где вот сейчас в данный момент опадают. Не все деревья сразу опадают. Опадают какие-то конкретные липы, например, каштаны. В первую очередь убираем здесь, потом дальше уже остальные улицы. Каждый день на уборку города выходит 24 человека. Для наведения порядка на улицах «Заречного» используется вся спецтехника, которая есть в дорожно-эксплуатационном цехе комбината благоустройства. Рабочий день сотрудников КБУ начинается ранним утром. И к тому времени, как горожане отправляются на службу, многие улицы уже убраны. Убираем за всеми. Листву убираем, мусор убираем. Чисто в городе. А погода не мешает работе? Ну, жарко стало. Жарко. Когда работаешь, жарко. Месячник по санитарной очистке и благоустройству города продлится до 16 октября. На 9-е запланирован день добровольного служения городу. В нем могут поучаствовать все жители Заречного. Как правило, во время общегородской генеральной уборки жители наводят порядок возле своих домов. Весь необходимый инвентарь можно запросить у обслуживающей организации. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Ну и еще о порядке и чистоте в городе. В Заречном состоялся очередной этап акции «Чистые пруды». Ее задача – механическая очистка береговой линии верхнего и среднего прудов зоны отдыха солнечная от лишней растительности и мусора. Эта акция стала одним из шагов реализации приоритетного направления стратегии развития Заречного как эко-города. Уборка травы, подлеска, прибрежных водорослей, мусора – это один из этапов реабилитации водоемов зоны отдыха солнечная. Вместе с экологами, управлением природными ресурсами, порядок у водоемов наводили представители комбината благоустройства, сотрудники Дворца культуры «Современник» и городского спорткомитета. Спецтехнику и транспорт для вывоза мусора, веток и скошенной травы предоставил комбинат благоустройства. Если позволит погода, очистка береговой линии прудов в зоне отдыха солнечная будет продолжена. 1 октября – последний срок перечисления имущественных налогов. В этом году единые уведомления на уплату взносов начали доставлять горожанам еще летом. Но не всем хватило нескольких месяцев, чтобы оплатить счета. Общая сумма налога, которую должны заплатить зареченцы за землю, транспорт и имущество, превышает 80 миллионов рублей. На сегодняшний день горожане перечислили около 45 миллионов. Сколько налогоплательщиков рассчитались с платежами, сказать сложно, так как суммы взносов разные и колеблются от нескольких десятков до 400 тысяч рублей. Уплатить налоги можно в любом банке, в любом отделении банка. И самый удобный способ уплатить налоги сейчас – на нашем сайте, через интернет, не выходя из дома. Для этого нужно подключиться к личному кабинету налогоплательщика, в котором есть возможность посмотреть все начисления, проверить правильность начислений. Если нужно распечатать уведомления для уплаты и пройти в банк, либо уплатить прямо здесь же на сайте все налоги. Спать спокойно. Тем, кто не успеет до 2 октября перечислить имущественные налоги, заплатить по счетам все-таки придется. Только вместе с начисленной суммой взноса нужно будет внести и пеню. Зареченским подросткам в торжественной обстановке вручили главный документ, удостоверяющий личность. Уже несколько лет в городе существует традиция – получение паспорта становится для школьников праздничным событием. Со вступлением во взрослую жизнь ребят поздравляют представители руководства города. С очередной праздничной церемонии – репортаж нашего корреспондента. На церемонию вручения паспортов Максим Земсков пришел вместе со своей семьей. На том, чтобы получить главный в жизни документ в торжественной обстановке, настояла мама. Ей хотелось, чтобы этот день сын запомнил на всю жизнь. С подачи всех необходимых документов Максим не тянул. День рождения у меня был 31 августа. На паспорт я документ отдал после дня рождения. Прямо сразу? Да. Для Максима паспорт – не просто красная книжечка с золотым орлом, а символ начала взрослой жизни. То, что этот документ требует бережного обращения, юноша знает. И планирует выполнять это правило. Дома спрячу. Где-нибудь. Вместе с Максимом паспорта получили и другие ребята, достигшие 14-летнего возраста. С этим важным событием их поздравил первый заместитель главы администрации Виктор Шошкин. Есть много законов, но над всеми ними существует Конституция, которая выше всех законов. Также вот и паспорт выше, чем все остальные документы, которые потом будут набиты в ваши карманы. Но этот паспорт – это явительственный документ, который полностью доставляет ваши вещи. Этим ребятам придется еще не раз получать основной документ, но день, когда им вручили первый паспорт, они запомнят навсегда. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Если хочешь быть здоров, прививайся. Разговор на эту тему мы продолжим через несколько минут. Реклама закончится быстро. Занимайте деньги суммом 003. Скорая финансовая помощь – это выгодные условия, низкие процентные ставки, льготы для пенсионеров, досрочное погашение и пересчет процентов 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улице Строителей, 11А, бывший магазин «Рябинушка». Фонд жилья и ипотеки Заречного, победитель конкурса «Предприятие года-2014» в номинации «Строительство» предлагает. Просторные и комфортные квартиры с прекрасным видом на Заречный и Пензу, 16-этажном доме на перекрестке улиц Ленина и Зеленой. ФЖИ предоставляет своим покупателям ипотечные займы, а для работников ПО «Старт» и семей с двумя детьми действует программа социальной ипотеки от 9,9% годовых. Телефоны 611-812 и 611-814. ФЖИ. Надежность, стабильность, качество. Проектные декларации размещены на сайте www.zfgi.ru Поехали! Такси «Марсель» в Заречном, 655-655. Такси «Марсель» спешит к вам, преодолевая любые препятствия. Улетное такси Кошки-мышки он играет Молоко из блюдца пьет Никогда не унывает Потому что это кот Предложи ему задачу, он решение найдет Ловит он за хвост удачу Потому что это кот Прайм Магазин электроники твоего города Программа «Страна Росатом» Новости атомной отрасли Концерна «Росэнергоатом» И пристанционных городах В эфире каждую среду в 20 часов Сон или реальность? Любовь или страсть? Колдовство Ивановой ночи Или хмель выдержанного вина Из подвала графа? Что может толкнуть на преступление? И есть ли шанс удержаться на краю? Новости на канале «Заречный» продолжаются И мы продолжаем разговор о вакцинации Сегодня с нами в студии гостья Начальник эпидемиологического отдела Межрегионального управления номер 59 Мария Милова Добрый вечер, Мария Валерьевна Здравствуйте Итак, Мария Валерьевна Самое главное Есть ли у нас в Заречном уже вакцина И началось ли прививание от гриппа зареченцев? Да, вакцина у нас на сегодняшний день Уже начала поступать Но поступила, правда, только для детей Но ожидаем в скором времени для взрослых И наши доктора, педиатры Уже приступили к вакцинации детей против гриппа Вакцина наша, как всегда, гриппол плюс Есть ли какие-то прогнозы? Какие именно штаммы будут циркулировать Вот в этом году, в этом сезоне И поможет ли эта вакцина То есть вот обеспечит ли она защиту? Ну да, у нас этот процесс, он ежегодный, в принципе И Всемирная организация здравоохранения Отслеживает три или четыре наиболее актуальных штаммы Которые циркулируют вообще на земном шаре Рекомендует их к применению в вакцинах И, конечно, в этом году вакцина сделана с теми штаммами Которые были рекомендованы, скажем так, для применения Которые наиболее широко распространены были И сейчас распространены Мария Валерьевна, вот если, допустим, у человека есть сомнения Прививаться или не прививаться Давайте охарактеризуем общую обстановку С заболеваемостью гриппом в Заречном за последние годы Вы же наверняка отслеживаете, как много у нас болеет людей гриппом Как много сложных случаев, может быть, летальных Ну вот я бы и хотела на эту тему сказать Что благодаря тому, что вакцинация у нас проводится ежегодно И процент вакцинированных увеличивается у нас с каждым годом И мы уже скоро, наверное, достигнем и 30% вакцинированных От количества жителей В течение, наверное, 5 последних лет Это как минимум Каких-то таких серьезных, летальных случаев С большими осложнениями, с тяжелыми Не наблюдалось Но грипп это вообще заболевание Оно само по себе серьезное Сейчас, наверное, многие люди слушают меня Скажут, ничего себе, а я вон как тяжело болела Потому что грипп это не ОРВИ Просто люди, чтобы не путали Что такое грипп и что ОРВИ Это разные вещи И грипп даже средней тяжести Он протекает достаточно неприятно для людей Люди страдают И температура высокая, интоксикация Главные боли очень серьезные Хотя, может быть, и нет угрозы там для жизни Но единственное еще, что можно сказать по этому поводу Чтобы людям тоже было понятно Когда у нас в 2009 году пришел новый вид вируса От которого еще не было на тот момент вакцины У нас количество смертей от пневмонии увеличилось в 3 раза И где-то в районе 45 человек у нас погибло от пневмонии в тот год А пневмония, чтобы было понятно, это осложнение? Это осложнение против гриппа Да, то есть пневмония, являющаяся осложнением гриппа Я думаю, что вот такая ситуация достаточно благополучная в настоящее время Когда не так много у нас болеют И если и болеют, то без таких вот тяжелых случаев Благодаря, опять же, вакцинации Это еще не повод для того, чтобы успокоиться И решить, что не стоит прививаться, раз у нас все так хорошо Ну да, потому что мы на сегодняшний день являемся вакцинозависимым обществом Вот, и, ну, как я говорю, иммунитет, он должен быть, чтобы человек не болел Он может быть либо естественным, либо искусственным Вот на сегодняшний день человечество выбрало путь искусственное создание иммунитета Ну вот, если будет большое количество отказывающихся И они не будут иметь иммунитет, тогда придет болезнь И тогда иммунитет будет вырабатываться естественным случаем Естественным способом Но здесь не надо забывать, что все эти заболевания, от которых мы прививаемся Они смертельно опасны Поэтому, именно поэтому человек выбрал вакцину все-таки В общем, до естественного иммунитета доживут не все Ну да И это касается, я насколько понимаю, не только гриппа, да Но и других болезней, от которых ведется вакцинация Это кори, это полиомиелит, это дифтерия Современное поколение немножечко забыло о том, насколько это страшные болезни И тоже достаточно часто отказываются от прививок Есть у нас такая проблема в Заречном? Проблема есть, и не только в Заречном, она в общем И она, на мой взгляд, она как раз и обусловлена тем, что люди не помнят, как это страшно Но я как специалист могу сказать, что если количество отказывающихся от прививок у нас будет больше, чем 5%, то инфекция обязательно придет Потому что будут люди, так называемый горячий материал Будут люди, которые могут заболеть И, скорее всего, они заболеют И мы эти инфекции опять увидим И опять увидим, как это страшно Вот поскольку мы вот этих инфекций сейчас не видим Да, у нас нет рядом с нами заболевших полиомиелитом, дифтерией, корью Значит ли это, что их вообще сейчас нет, в принципе? Ну, на сегодняшний день, я думаю, все люди смотрят новости, интернет Корь широко распространена и в странах, и в Европе, и в Украине, которая отказалась от прививок против кори Большое количество заболевших И у нас вот те люди, которые отказались То есть это всегда имеется возможность, у нас заносы Потому что у нас есть люди непривитые против кори, хотя их и не так уж много То же самое касается полиомиелит То в странах Средней Азии у нас регистрировался полиомиелит, там вспышку подавили Сейчас уже разговор идет о том, что полиомиелит появился опять же на Украине Где альтернативный подход, скажем так, сейчас на сегодняшний день к этому вопросу Дифтерия, она всегда была То есть единичные случаи, она не искоренена У нас единичные случаи всегда регистрируются дифтерии Поэтому на сегодняшний день, может быть, хоть и не так велика вероятность Но вероятность заболеть есть Пока на территории Заречного, то у нас тут тихо и спокойно Но в тех случаях, когда люди выезжают в Европу, в Среднюю Азию, куда-то, если еще подальше Всегда надо помнить о том, особенно если не привиты люди Что вероятность заболеть есть И принимая решение, вот тем людям, которые принимают решение, прививаться или не прививаться Наверное, стоит посоветовать обратиться не только к тем статьям в интернете, которые говорят о вреде прививок, о страшном Но еще и почитать, что это за болезнь ничего не чревато Да, и надеяться на то, что у нас один молодой человек сказал, что сейчас медицина так развита, меня вылечат Ну будем надеяться, конечно, на то, что вылечат, но да, это умирают же не все люди, то есть какая-то часть всего лишь Ну тут уж как повезет Так что лучше не испытывать судьбу Да, да, я бы тоже рекомендовала не испытывать судьбу Спасибо вам огромное, Мария Валерьевна Я надеюсь, что наши зареченцы вот в вопросе прививаться или не прививаться все-таки будут более разумны Ну да, или природа это поправит Спасибо И у меня на этом все Спасибо, что были с нами До встречи на родном канале Заречные Будьте здоровы Спонсор прогноза погоды Компания Ремстрой Компания Ремстрой Один из лидеров по производству и установке высококачественных пластиковых окон Ремстрой входит в 100 лучших товаров России и награжден золотой медалью за качество Производство и установка пластиковых окон, натяжных потолков, стальных и межкомнатных дверей Горизонтальных и вертикальных жалюзей, а также продажа и установка кондиционеров Все это компания Ремстрой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok